Мелодия бисера Особое звучание, радость творчества и созидания Неповторимые святые сочетания Огромная радость и удовольствие от работы Мастера бисерной вышивки – это люди с особым складом характера Терпению и трудолюбию которых можно только удивляться Молодая мастерица Тамара Горохова из поселка Чакурдах Аллаиховского луса – автор многих признанных изделий в бисерной технике Ее работы завоевывали дипломы на различных выставках Но лучшая награда – это признание и любовь людей Которые с удовольствием заказывают и носят изделия в национальном стиле от Тамары Гороховой Работы мастера легки и воздушны Словно пропитанные теплом северного солнца Наполненные яркими светами и оттенками разнотравья родной тундры Техника у меня вышивка бисером и плетение на станке Например, вот тут представлены работы Вот плетение на станке Техника Вот эти вот А вот это уже вышивка бисером Вот эти вот такие вот браслеты Тоже плетение на станке Это моя первая работа, которую я сделала в 2018 году Но самая-самая первая моя работа Вот она Я его делала два года Где-то в 2012 году я его начала И закончила только в 2014 году Ну, это одна из первых работ Потом я не занималась И вот уже с 2018 года я уже так расширенно начала заниматься бисером Это часть только моих работ А так, если все вместе собрать Можно целую выставку сделать В прошлом году в Ольнигорске я делала свою персональную выставку Там, конечно, было много работ представлено Все работы мои на руках находятся Иногда принимаю заказы, когда есть время Но в основном я не принимаю заказы Делаю на подарки, от души Ну и для себя, и для родственников делаю В основном я создаю северные наборы Вот такого вот плана Вот эти изделия, которые я создаю Они авторские Я разрабатываю вот эти все узоры Световые сочетания тоже сама все придумываю Основываясь, опять-таки, на традиционных орнаментах У меня венские Я тоже изучаю литературу Смотрю, какие узоры были у наших предков Световую гамму также Но у меня стилизованный, современный У этого изделия очень много наград Она называется «Встреча солнца» Вот этот комплект Он у меня участвовал и в республиканских И на сокровища севера Очень много заслуг Одна из последних моих работ Вот этот ремень в якутском стиле Под вечернее платье ей сделала Буквально на прошлой неделе одевала Каждая работа мастера Это результат долгого и кропотливого труда Выполнены они в современном стиле Но с соблюдением правил И световой гаммы Эвена Фаллаихи Родилась и выросла наша героиня В небольшом красивом селе Алинигорск Недавно переехала с семьей В районный центр Чекурдах Впервые начала создавать бисерные изделия В 2012 году После небольшого перерыва Стала заниматься бисером постоянно В свободное время Бывает так, что, допустим Вот иногда у человека Вот не бывает вдохновения Так скажу, да И вот вечером, например Я лежу и думаю Вот что-то надо создать Думаю, думаю Я могу прямо ночью встать И вот эту вот идею Задумку уже воплощать И так прямо Первые эти сделаю Успокуюсь и дальше сплю Тамара не только сама шьет В русском стиле Техника называется Вышивка бисера На фильтре Вышиваем бисером Бисер у нас китайский Номер 8 Посередке вот такую Маленькую бляшку С шьем металлическую И по кругу бисером Нитка называется Мононить 0,20 мм При клубе я создала Кружок Уже проводила Два раза мастер-классы На первом мастер-классе Мы создавали Вот такую брошку И 10 человек было Все сделали себе Вот такую брошь Ставили на память На прошлом мастер-классе Я показывала Вот такие сережки А в этот раз Я решила сделать брелок В школе нас всему учили И шитью, и вязанию И бисером Конечно, первые техники Показали там Вышивку я вот Сама научилась Тоже путем Проб и ошибок Бывает так, что Если меня не устраивает Орнамент Ну или световая гамма Как-то не сочетается Бывает так, что Если неправильно Сочетаешь бисер То рисунок теряется Где цвет какой-то Становится бледным Или нечетким Вот такое я сразу Распарываю И заново начинаю Я почти каждый день Дома бисером занимаюсь Хотя бы один час Прямо если Я бисером не занимаюсь Как будто Мне чего-то не хватает Биле делаю Для унтов Вот такие рукавички Делаю в якутском стиле Ну и Вот такие эти Создаю тоже Украшения Ну чтобы с платьем Одевать Там этот Кале Брошки тоже создаю Шкатулки тоже делаю Малахи Но к сожалению Ни одной шкатулки Нету у меня Тоже все Ага На заказ В Оленегорске Много В общем Там И Моих работ Много И шкатулки Тоже я все Сделала И все Раздавила Ну конечно Иногда я устаю Когда сильно Одно и то же Делаешь Человек устает Поэтому Чтобы какое-то Разнообразие было Я делаю Брошки Брошка Она маленькая И быстро делаешь И вот пока у меня Вдохновение Появляется Я уже берусь За большой Вот такой Или такой Этот Комплект Встреча солнца Вот этот Комплект Я Специально Сделала Чтобы Участвовать В конкурсе Тут в Чикудахе Проводился Этот конкурс Конкурс Современной Овенской Одежды Этноэрато И я Прямо За минимальное Время Рекорд За один месяц Я сделала Вот этот Комплект Каждый день Я даже Когда на обеденный Перерыв Домой прихожу И Немножко Чуть-чуть Чего-нибудь Сделаю И вечером Прямо Допоздна Пока Спать Не лягу И Помимо этого Там же У меня Еще платье Было На платье У меня Там тоже Наплечники Есть Из бисера Но они Уже К платью Шиты Поэтому Я их Не принесла И Передник Ну я Фотографию Могу показать Передник Тоже У меня В современном Стиле Он И Тоже Вот Спереди Там все Вышивка Бисера Я могу Рассказать Про Почему Он Называется Встреча Солнце Вот Некоторые У меня Спрашивают Почему Встреча Солнце Называется Вот Этот Комплект Спереди Вот Круг Вот Тут У меня Солнышко Это Солнце Вот Эти Вот Узоры Это Сопки А Это Лучи От Солнца Это Солнышко Поднимается После Долго Полярная Так же Вот Солнышко Тоже Поднимается Вот Лучи Распространились По нашей Бескрайней Тундре Красные Точки Это Тоже Люди Радуются Встречают Наше Солнышко Долгожданное Солнышко А это Олени Чуть Чуть Больше Которые Вот Так Ну Я Вот Так Увидел Этот Комплект У меня Называется Северное Сияние Он Тоже Поэтому, и, а вот это вот тоже нагрудное украшение, оно, видите, в какой форме, это личико, у овенов тоже есть, они обычно вот передники вот этим вот украшают, ну, а там обычно много вот так. Я его вот взяла, тоже вот изнутри вот украсила кабошоном и как будто вот северное сияние вот здесь распространилось. Вот один раз я начала плести бисером на станке и думала, что я сделаю костюм венский. Потом мне моя однокурсница звонит, говорит, она в ДК Кулаковского работает. Будет выставка, говорит, ты своим скажи, пожалуйста, у вас наверняка там есть люди, которые занимаются бисером. Бисер Севера, по-моему, он назывался, вот эта выставка, говорит, ты же тоже умеешь, давай ты тоже принимай участие, говорит. Я начала думать, что бы мне сделать, а тут сроки тоже поджимают, где-то месяц был, по-моему, ну, или больше, или полтора месяца было. И я вот начала делать вот этот вот комплект. Быстренько сделала его и отправила в город. Заняла третье место. Первый раз. И получается, там очень много людей участвовало. Сто с лишним, по-моему, было. И тоже номинаций мало было. Я так посчитала, где-то 24 человека только места заняли. И в эту 24-ку я тоже зашла. Я так обрадовалась. И вот начала прямо участвовать в выставках. Вот и после этого пошло, поехало. Как бы сказать, вот толчок мне моя однокурсница тоже дала. Получается. Я как-то очень вдохновилась, когда я сделала первое вот такое большое украшение. И вот когда украшение делаешь, и потом смотришь, думаешь, ой, неужели это я сделала? И вот так вот и вдохновение приходит, и как-то, в общем, душа радуется. И вот человек дальше идет, идет и развивается. Конечно, я вот первые свои украшения смотрю. И вот сейчас, ну, со временем, конечно, уже мастерство становится лучше, изделия аккуратнее. Иногда я даже смеюсь, когда вот первые свои изделия смотрю, думаю, ой, какой же, как же я страшно делала. Вообще детский лепет. Так я думаю. А когда вот я первый раз делала, думала, ой, как красиво. А через время смотришь, уже по-другому, да. Уже, как бы сказать, ну, человек растет, на одном месте не стоит, поэтому и мастерство растет. И всегда я вот говорю, те, которые вышивают, девушка, когда плохое настроение, никогда не делайте, говорю. Потому что изделия вот должны создаваться от души, чтобы оно как бы приносило счастье, радость. Вот, ну, если человеку, особенно, если ты делаешь другому человеку, там, на заказ или на подарок, всегда надо думать о хорошем, ну, чтобы, ну, с благими мыслями надо делать. Вот такая кругляшка у нас получилась для брелка. Чтобы у нас форму держала, я сюда приклеила вот картонку. И сейчас будем обрабатывать края, изнаночную сторону. Для этого тоже я подготовила кожу. Приклеиваем с помощью клея момент. Вырезаем лишнее. И сейчас мы будем края, чтобы красиво было, края бисером будем тоже вышивать. Конечно же, я своих учеников хвалю. Всегда их успокаиваю, если не получается. Им тоже всегда рассказываю. Первые, говорю, изделия, конечно, идеальные и ровные не получатся. Поэтому сильно не расстраивайтесь. Это со временем придет. Ну, вот, ну, конечно же, стараюсь учить их, чтобы они более аккуратно делали. И чтобы они не спешили. Вот, когда человек спешит, конечно же, криво, косо получается. Бисер этого не прощает. Я мононитью пользуюсь с 2018 года. Вот я первый раз купила. Я сперва вышивала только простыми нитками. Бывало, капроновыми нитками вышивала. Вот, вышивку, да, изделия. А мононитью я вышивала, обрабатывала только края изделия. Это какая-то специальная листья, да? Ну, она как леска. Конечно, они очень путались. Бывало так, что это комочки, узелочки всякие. Несколько раз я меняла нитку. Ну, со временем рука набивается, и уже привыкаешь к этой нитке. Сейчас я вышиваю только мононитью. Я уже простыми нитками или капроновыми уже не вышиваю. А так, конечно, когда вот висюльки делаю, да, вот такие, когда висюльки делаю, я пользуюсь капроновой нитью. И, кстати, когда вышиваю на станке, обязательно пользуюсь капроновой ниткой. Этими простыми нитками и тем более мононитью я никогда не делаю. Потому что капроновые тянутся? Ага, они и тянутся, они и поручнее, долговечные. Бывает так, что, например, вот измерил, да? Ну, для головного украшения. И измерил. На станке все это сделал. Отрезал. И оно иногда бывает, что как-то немножко размером меньше стал. Короче. И вот соединил. Хотел одеть, и оно не влезает, допустим. И такое у меня бывало. Чуть-чуть или сильно жмет. И вот я их беру, не отчаиваюсь, и одеваю на кастрюлю или что-нибудь такое, чтобы оно растянулось. На ночь оставляю, и оно уже становится больше размеров. А вот если, например, простой ниткой сделаешь, все, оно порвется. А если длиннее, то как? Если длиннее, то если длиннее сильно сделала, то там можно, конечно, ушить. Да. Ну, обычно, вот когда заказывают для ребенка, да, для девочки. Обычно на вырос же заказывают. И поэтому приходится делать его побольше размером. А вот маленькому ребенку-то оно, конечно, большое. И вот прямо сзади ушиваешь, и оно даже незаметно. Потом, когда уже ребенок подрастает, то его можно распороть, и оно как раз будет. Ну, я люблю, когда все аккуратно, все прямо этот. Вот эти изделия все у меня так прошиты. Сзади. Сережки, нагрудные украшения, брошки, ремни. Бывает так, что я прямо по полгода могу шить. Бывает так, что я через неделю могу это все сшить. От заказчика тоже зависит. От человека. От самого. Ну, бывают же люди капризные. И когда я знаю, что человек капризный, да, я прямо так боюсь, беспокоюсь, и начинаю. То это не нравится, то то не нравится. А вдруг ему не понравится, там, всякое разное. Вот, и потом у меня вот долго получается. Бывает так, что прямо вот ждешь, да, ой, наконец-то вот заканчиваю, заканчиваю, да. И поскорее уже результат хочется увидеть, одеть, там, примерить, да. А бывает так, что думаешь, ой, я так долго делала, делала. Уже все, что ли? Еще охота сделать. Ну, иногда, когда как, иногда вот, когда прямо вдохновение, так быстро заканчиваешь, думаешь, я уже закончила, что бы еще сделать. А иногда вот, ура, наконец-то закончила, сейчас я примерю, как оно будет смотреться. Я люблю вот украшения создавать. Ну, мужские тоже создаю, вот, галстук там для мальчика. У меня мальчики, поэтому для своих мальчиков вот сделала я. Ну, почти заканчиваю. Брелок. Эти техники, конечно, разные. Я двумя техниками пользуюсь. Вышивка бисером. Вот как раз-таки я вот, вышивка бисером, вот, я показала, да. И вот плетение на станке бисером. Ну, что я могу пожелать? Учитесь, создавайте. Бисер очень успокаивает. Дает вдохновение. Душевную гармонию. Да, душевную гармонию. Не знаю, я вот, когда бисером занимаюсь, я очень себя чувствую счастливой. Вот и все. Последние стишки. Занимаетесь бисером. Бисер очень человека вдохновляет, окрыляет. Верьте в себя. Не останавливайтесь на достигнутом. Развивайтесь. И знайте, что невозможно и невозможно. У нас получился вот такой брелочек. В северном стиле для ключиков. И своей творческой деятельности. Впереди большие планы и мечты. Новые образы бодоражат и волнуют. Просятся с щедрым всплеском на полотно. И в скором времени воплотятся и порадуют нас всех прекрасной мелодией разноцветного бисера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова